Микс Ньюс. Радио Болтком. Да, друзья, добрый день, уже добрый вечер, хочется сказать. Продолжается наш марафон информационный, посвященный выборам в Рижскую Думу. Сегодня финальный день, и мы, значит, обсуждаем все эти события. Я сразу напомню, что у нас на сайте Микс Ньюс ЛВ текстовая трансляция доступна. Там все обновления, которые касаются выборов, доступны. Вы можете там все прочитать, ну и слушайте нашу радиостанцию тоже. Из последних обновлений чисто скажу, что вот первый такой криминальный момент появился. Полиция завела первое административное дело в связи с раздачей листовок в Кингараксе. Партия, за которую раздавались листовки, не называется, но тем не менее, вот такой легкий криминал появился. У нас в этой части, во-первых… Эта партия уже отрицается, говорит, что это провокация. Ну вот видите как. Во-первых, меня зовут Андрей Лешкевич Абикелкин, ведущий этих двух часов. И в гостях у нас бывшие кандидаты в мэр Риги на выборах 2017 года. Это Мартин Шбондерс и Абал Крауза. Добрый день. Добрый день. А ныне оба депутаты Сейма. Ну, с чего хочется начать. Господин Бондерс, у вас вообще предвыборный опыт большой. Вы были кандидатом и в президенты, и кандидатом, естественно, в депутаты и в премьеры, и в депутаты и в мэры столицы. Вот наблюдая за нынешними выборами, какие у вас ощущения? Как сказать, ощущения такие, что хорошо, что не присутствуют. Почему же? Не, ну, наконец-то. Свободное время. Но сегодня бы там нервничать-то так не надо. А вот все-таки, господа, чем вы объясняете, только ли погода, и вот такой, может быть, дежурный аргумент. Ну, вы знаете, смотрите, какая погода, поэтому такой активности нет. По крайней мере, пока. Да, я понимаю, что еще до 22 часов многое может измениться. Кто-то приедет с огорода, в Ригу вернется, еще успеет проголосовать. Но пока вроде не выглядит, что люди вот бегут на участки. Ну, с огорода, наверное, сейчас успеют все, потому что дождь пошел как раз. Я о чем говорил, да, самое время. Нет, но я думаю, что все-таки люди, если смотреть так, в общем устали от политики. Ну, с другой стороны, сейчас всем избирателям есть возможность что-то поменять. Потому что, если мы смотрим в прошлое, позапрошлое, там были очень, ну, конкретные сильные противники других партий, которые были власти, то есть НИЛ. Но сейчас, ну, там свободная поляна, да, и есть очень многие такие, может, новые. Меньше знакомые, и просто, ну, я думаю, что рижане может выбрать очень многих кандидатов. И, ну, там сейчас неясно, кто будет мир. Конечно, ну, мы уже знаем, какая социология, которых партии, так сказать, побольше процентов прогнозируется. Но все равно, возможности есть, что и всем остальным партиям. И так что я думаю, что с другой стороны, все-таки жители, я думаю, ну, они будут идти на... Потому что предыдущие голосования, нет, нет, которые были три дня, там все-таки были довольно... А, предварительные голосования. Да, 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 да. Вредей стало меньше. Вредей стало меньше. Вредей стало меньше. Я думаю, что стало меньше. Наоборот, наверное, даже. Да, стало меньше. Я думаю, что если ехать по Латвии, то очень многие рижан сейчас живут в селе. Особенно пандемия, конечно, повлияла. Да. Господин Бонус, как вам кажется, вот, конечно, я понимаю, что это будет сейчас только спекуляцией, но вообще результаты выборов в Рижскую Думу могут как-то повлиять на правящую коалицию правительства? Могут. Могут. То есть есть тут связь какая-то? Да, но я не хочу, потому что мы не можем там про результат сейчас говорить, я понимаю. Но я думаю, что повлияет. Даже так, да? Да. Господин Краузов, как вам кажется, почему на эти выборы все-таки мало было, как сейчас их называют, политических тяжеловесов? Чтобы кто-то из Сейма с большой популярностью, с большим политическим весом сказал, ну вот, раз мы хотим поднять Ригу, неважно, кто фамилии, не будем называть, мы пойдем и сейчас попытаемся. Да, есть парламентарии, Сейма, которые участвуют в этих выборах, но там не все такие вот, ну, очень звезды, я бы сказал так. Ну, если мы говорим о Сейме, от Сейме есть депутаты, которые, ну, они, кстати, новые депутаты, так смотреть, по… Молодые, скажем так. Молодые, да. И это что-то другое, как в другие разы, потому что если мы такие, ну, как тяжеловесы, да, то, в принципе, я думаю, что партии выбрали такую тактику, что избиратель хочет что-то новое. Это уже было в прошлых выборах очень ясно, но мы видели, как новые силы пришли к власти и имеют место в Сейме, да, и сейчас тоже этот, по-моему, подход, который не только в Латвии, но и в других странах, что, ну, уже все старые политики начинают, так сказать, а ведь там слишком долго, нам надо что-то поменять. Я думаю, что все партии, в принципе, ну, все партии, да, ставят новые политики, которые что-то уже, где-то какие-то результаты достигли, но они не такие тяжеловесы, которые там, не знаю, третий, четвертый, семь были, у которых большая, это, да, позиции, там, ибо как… – Изглаваемость, да. – Изглаваемость, да. Ну, так что, потому и, по-моему, те все первые номера, я думаю, что они где-то очень похожи, если смотреть молодые, что-то достигли, но… – Талантливые. – Талантливые, да, да, можно так сказать, но это такое, ну, там нету, не знаю, 70 лет старый какой-то политик с 90-х годов, который первый номер, но нету первого номера. – Ну, там двое, так скажем, с опытом, Олег Буров и Митрофанов. – Ну, с опытом вообще жизненным, да, наверное. – Ну, с политическим, я бы сказал. – Ну, может быть, да, хотя сам Буров на своем поле говорит о том, что он не политик, он больше хозяйственник. – Кто? – Буров. Так он, по крайней мере, утверждает. – Ну, так все говорят пока, ну, да, идут на выборы, на первый пост и говорят, что хозяйственник. Ну, там может быть, Статис может говорить, что он бизнесмен, там, там, Возвола может говорить, что она перевозчик, перевозчик, не перевозчик, но это немножко, да. Ну, там у каждого есть профессии, но нет, они политики, все первые номера политики. – Ну, разница между Буровом и других, что Буров, он, в принципе, локальный политик, только политик Риги, то есть партия, которая о Риге, все остальные, которые ты называл, то есть Иозула, Екапей, твоя, моя партия, мы партии, которые по всей Латвии, то есть у нас депутаты семьи, у них только Рига, так что она такая… – Ну, Рига очень весомая, Рига, скажем так, Рига не только, Рига, не только Рига, но там есть очень весомый смысл по сути, ну, если смотреть по Латвии целиком, там, ну, это политический, экономический центр культуры Латвии в общей сложности, – Ну, вот раньше все эти, там, вот 10 лет называются, Сейм и власть, Сейма и власть Рижской Думы, они были, получается, вот в противостоянии, если так можно сказать, правящая партия в Рижской Думе, – Ну, не совпадала, да. – Не совпадала в оппозиции в Сейме, вот насколько, например, важно или весомо будет, если будет совпадать все-таки власть в правительстве и в столичном самоуправлении? – Я надеюсь, что заседание Кабинета Министров тоже примет участие в Мер Риге. – А, ну, не с голосом, ну, хотя бы… – Символически? – Ну, там есть и Центральный банк, и ВАЛС-контрол, и прокуратура. – Только нету Мера Риги. – Нету Мера Риги. Я очень надеюсь, что сейчас Мер Риги будет там. – Вот, да. – Как вы думаете? – Ну, это, да, это, конечно, было бы хорошо, но надо еще немножко заметить, что я боюсь, все-таки самоуправление – это хозяйственные структуры. Там есть политики, но они управляют местными, локальными вопросами, более хозяйственными. И мы, если заботимся о Риге, мы должны помнить о всей Латвии тоже, чтобы был этот региональный баланс между центром и между регионами. Потому что, если мы смотрим по всяким, ну, которые там индексы, которые европские институции, например, ну, доходы и все, так в Риге это мы уже выше среднего европского, а у нас регионы ниже, да. В принципе, Латвия делится, должна была делиться двух таких, ну… – Это уже, Арман, да, это уже наша забота. – Нет, ну, то, что я говорю, если мы будем смотреть, что, ну, вот, сейчас совпадет те, которые в Риге у власти, те, которые у власти правительстве, так все-таки надо обществе в целом, и том журналистам, и другим следить, чтобы все-таки это, ну, жители были, ну, и в Риге довольны, как правительство разделяет фонды, и в Латвии в целом. То, что я говорю, что, ну, все-таки не надо все в Ригу направлять. В Риге есть очень большие жители. – А, в следующий период у нас 10 миллиардов в Латвии по стране. У нас нету проектов. – Как эти деньги освоить, да? – Да, нам сейчас нужно проекты на 2,47 миллиардов. Нету, нету их, просто нету. Вот по Латвии найдите, привезите. Я думаю, что там бы с удовольствием кабинет министров бы сказал, вот у вас готовый проект, это клево. Давайте, ребята, будем делать за европейские деньги. – А уж идея, надо заняться на досуге этим проектом. – Ну, да, ну, я так просто, я, ну, чем я могу упрекнуть и Нилса, Ушакова, и Андриса Америкса за, ну, хорошо, что мы не баллотируемся, я это могу делать. У Риги не хватало масштабности. – Понимание вот этих… – Да, мы были как СЛО в мире, и потому и мы проигрывали Вильнюсу и проигрывали Таллину, и это журко. – А в чём проявляться должна вот эта вот… – Масштабность? – Масштабность, да. – В мышлении, потому что из мышлении идёт дальше действие, из действия результаты. – Ну, а если конкретно. – А если только думать о подъездах, то можно и… – Ну, вы знаете, с подъездах всё начинается. – Ну, а о подъездах тоже… – И особенно поддержка избирателя начинается с подъезда. – О подъездах тоже нужно думать, но если не поставить Ригу на мировой карте… – Столицей Европы мы были в 2014 году. – Ну, знаете как, можно поставить ордена, который даётся где-то в другом месте, но самому нужно сделать орден. – Ну, я с Мартином не согласен, потому что жители в Риге, в принципе, всё равно масштабность большая или маленькая, но если… – Он уже проехал, больше по дороге не может. – Да, он свой этот двор заезжает через большие ямы, где разбивает, не знаю, шины машин. – Да, и больше припарковаться тоже не может. – Да, он не думает о масштабности. Это очень важно для политика, это Мартин неправильно говорит в целом, но это уже наше видение. Но для жителей, которые в Риге любого самоуправления всё-таки дорога, детские сады, то, что все говорят, уже говорили. – Я просто согласен, да, нужно заботиться о всём, ну, без масштабности просто… – Ну, ты понимаешь, Мартин, но мы когда… – Господа, прервоз у нас на прямой телефонной линии сейчас глава социологического агентства «Латвесфакт» Игорь Фреймани. С господином Фреймани, слышите ли вы нас? – Да, конечно. – Да, здравствуйте, вы в прямом эфире «Радио Болтком». Вот ваше мнение хотели бы тоже выслушать. Если начнём с социологии, вот с одной стороны мы знаем, что пандемия, с другой стороны, выборы внеочередные, то есть люди тоже как-то аккумулированы, видимо. Как вообще оцениваете поведение избирателей в этом году? – Ну, пока, конечно, очень трудно, что ли бы сказать и сделать какие-то хотят ли выводы, но, тем не менее, ощущение стало, что количество участников этих выборов по сравнению с предыдущими намного меньше. То есть люди более пассивны и вряд ли какая-то достаточно существенная часть придёт и будут голосовать. – А почему? Люди растерялись или что? – Да там всё подряд, по-моему. Там нужно назвать любую причину и найти для объяснения немыслимое количество аргументов. Ну, это и ковид, это и плохая похода сейчас, я смотрю. Вроде как-то собирается или же идёт за окном. Ну, по-моему, основное ощущение стало, что ничего не изменится. Поскольку вся эта кампания, предубранная, которая была, она крутилась вокруг каких-то взаимоотношений между партиями, но вряд ли это было интересно для рижанок, для которых важны более конкретные проблемы, иногда очень такие мелкие проблемы, но для политиков они кажутся незаметными. Но, тем не менее. Ну, это такая, немножко обыкновенность, я бы сказал, потому что если будут эти счастливые 50% избирателей, которые придут на избирательную часть, это уже будет некоторым достижением. Пока кажется, что если будет 40%, это уже будет хорошо. – Вот в связи с этим есть разные спекуляции. Может ли явка повлиять на результаты голосования и привести к какой-то неожиданности? – Да, несомненно, несомненно. Явка всегда зависит от активности самой партии, той или иной партии, которая может уговорить… – Мобилизовать, да? – Да, да, своих людей идти голосовать. Это, несомненно, играет важную роль. Но она всегда играет суть положительная в отношении таких относительно небольших партий. Но так всегда считалось, и, наверное, это такое утверждение имеет под собой несколько оснований, а в том, что если они не сперут, мы представим несколько тысяч людей по всей Риге, и при низком участии ясно, что они могут преодолеть эти 5% или 5% приезжать, попасть в следующую республику. – Спасибо вам, господин Фрейменес. Айгер Фрейменес, глава Латвесфакты, был у нас на прямой телефонной линии. Спасибо вам большое. Продолжаем наш разговор. Напомню, Мартин Шбонда, Сарман Крауза, кандидаты на выборах в 2017 году, кандидаты в мэр Риге в 2017 году вот у нас в студии. – Вот я понимаю, что сделано, то сделано, но у меня создавалось такое ощущение в последние годы, да, вот, может быть, кислоем Бонда, вы все-таки представляете правящую коалицию, что правящая коалиция, хотя и мечтала, чтобы, ну, условно, Ушаков и Америкс ушли из Рижской Думы, но в то же самое время принимала целый ряд законов, как будто они будут там вечно. Да, я что имею в виду? Ну, вот, к примеру, вот эти «Капитал Сабери» перешли из ведения мэра и вице-мэра в руки исполнительного директора. Еще целый ряд законов, которые фактически лишили политического руководства, ну, влияния на эти предприятия. Вроде, с одной стороны, логично и правильно, а с другой стороны, получается, мэр и вице-мэр без портфеля. То есть они приходят и ничем больше контролировать процесс этот не могут. Не кажется ли вам, что тут вообще Сейм погрячился в последние годы? Нет, ну, во-первых, Ушаков и Америкс убежали из Риги. Нет, ну, я просто… Это так, ну, так, ну, там не Сейм, там ничего, но они сами взяли и убежали, ну, так как-то. Хорошо, нет, я понятно. Да, это просто я должен сказать, что иначе, ну, скажем так, это, скажем, чтение ситуации очень разное у нас. Во-вторых, если смотреть, если какой-то политик говорит, что у него в руках нет власти, и он получил власть, то у него проблемы с головой. Просто. Ну, просто, если вы мэр и вице-мэр, то у вас хватает власти на исполнительным директором столько, сколько вы хотите. Ну, если вы слабый мэр и слабый вице-мэр, это другое. Я считаю, я считаю, что просто у любого политика из любой позиции нужно сыграть. Умеет сыграть, не умеет, сами виноваты. Господин Карлзин, кажется ли вам, что вообще вот это характеризует такое вот отношение к самоуправлениям, ну, так, последние годы не очень справедливое, так вот, мягко говоря, не только криги? Ну, если в целом смотреть, то, конечно, все время, ну, центральная власть и самоуправление, они как будто тянули это одеяло одну в другую сторону, другую и другую сторону зависимости от того, какое представительство местных локальных партий, где очень много самоуправлениям, были семьи. Это так. Это так. Ну, если смотреть, например, ну, такие, как некоторые вопросы конкретные, на которые вы говорили, что это их капитал с обедрюбка. Ну, да, общество капитала, да. Да, да, ну, я думаю, что, в принципе, это хорошо, да, что политики, они управляют, но они все-таки есть, ну, там, этот исправление, да, другие, которые работают. Я, в принципе, согласен с Мардином, потому что, ну, мэр и депутаты конкретного самоуправления, не только Риги, но они же те, которые всю эту политику может в одну или другую сторону, а те, которые там работают, они должны работать и свою ответственность брать на себе. Если бы был этот закон раньше, я думаю, например, тогда бы не были эти все процессы, которые Риги заведены, ну, когда там, ну, у бывшего мэра, там, домой пришли некоторые, там. Сотрудники. Да, сотрудники учреждения, да. Тогда просто... Призвельцов. Это уже было другое. В принципе, я думаю, что все-таки политики должны заниматься политикой и уровнем самоуправления, и, ну, те, которые работают, делают суре дела, они должны просто быть профессионалами, так что я думаю, что это все порядки. Но если смотреть на то правительство и самоуправление, ну, там, да, там очень много функций отдано для самоуправления, это точно, и всегда будет эта дискуссия или иногда и спор между правительством и самоуправлением, сколько денег надо для решения одной или другой функции. Это, ну, без вариантов, да. Но то, что я считаю, что в целом, что было плохо, кстати, ну, если смотреть на Ригу, то, что Мартин говорил, что, ну, в принципе, Рига очень слабо говорила, или правительство говорило слабо с Ригой, я не знаю, ну, там, не будем анализовать, но этот контакт был очень такой слабый все-таки. Надо, ну, и сейчас, ну, конечно, тоже, ну, правительство и министры должны очень, ну, как команда работать всеми лидерами локальными. А вот еще такая тема, мы говорим о Риге, да, это вот, казалось бы, хозяйство, самоуправление, очень локальная история, но, как показал опрос СКДС, для половины избирателей очень важен внешнеполитический курс, как выяснилось. То есть, то, что касается вообще внешней политики, там, внешней политики Риги, это понятие такое, может быть, более абстрактное, но это, наверное, как минимум Россия, как сосед, была история с тем же договором согласия, да, вот там, с партией «Единая Россия» в свое время. Сейчас Беларусь наверняка в фокусе у всех. Вообще, как вам кажется, это действительно справедливо, что половина избирателей ориентируется на внешнюю политику при выборах в Риге? Ну, это только к Риге относится, потому что других самоуправления все-таки более смотрят на хозяйственные вопросы. Рига, как большое самоуправление, бюджет, да, более миллиардовое, но это значительно, это десятая часть всей Латвии, бюджета Латвии, да, около, примерно так. И, ну, в принципе, должно было быть, что на этот вопрос не смотрят, но все-таки Риги исторически, да, это все... Да, да, хотя бы, ну, Рига не может политику делать отдельную, никакую, да, но избиратель очень как будто... Ага, ну, как это правильно по-русски? Ну, он, ну, айзет голая и бас, ну, так что... А, уходит в крайности? Да, в крайности, или вот те, которые против там России, значит, я никогда не буду голосовать, или наоборот, да. Ну, так, так, так что я думаю, что... Вот такой может быть... Господин Бондарс, еще пускай на этот вопрос, если мы по поводу внешней политики, как вам кажется? Не, ну, я считаю, что в Риге где-то половина избирателей Латвии, если так смотреть в общей сложности, да. Ну, наверное, да. Конечно, конечно, выборы Риги будут влиять на, ну, скажем... Внешнюю какую-то... Да. Абек спросил, будут ли какие-то, ну, скажем, изменения правительства в связи с этими выборами? Да, будут. Потому что... Но не напрямую, вы имеете в виду? Технически для него... Не напрямую, не, ну, знаете как, на политике же тоже, они же умеют читать ситуации. Вы не боитесь, вот все-таки вы возглавляете комиссию семья по бюджету, но все-таки это ключевая комиссия. Вы не боитесь, что будет очень сложно... Нет, вы боитесь, может быть, не то слово. Вас не тревожит составление бюджета на следующий год, поскольку, ну, мы видим, что происходит. Во-первых, целый ряд потребностей, которые нужно попытаться в этот бюджет вложить, включая зарплаты медиков, с одной стороны. Кризис? С другой стороны. Да, вы упомянули, что будет европейская помощь, но тем не менее. Ну, я знаю, что бюджет – это видение правительства. Если правительство сможет договориться, бюджетная комиссия свою работу сделает. Я полностью... То есть ключевое решение там? Правительство. Если правительство сможет договориться, отлично, не сможет, ну, ничего, но будет новое правительство. А вот история с распуском, кстати, собственно, уже, может быть, подзабылась, с Рижской думой, она в итоге сама распустилась, как говорится, но там тоже принимала участие бюджетно-финансовая комиссия, был этот вот такой микроскандал, когда комиссия одна не одобрила, бюджетно-финансовая комиссия быстро одобрила. Ну, я думаю, все помнят, о чем я говорю. Как сейчас, оглядываясь назад, кажется, этот процесс был необходим, важен? Конечно, потому что бюджет Риги – это очень существенная часть общего бюджета Латвии, просто там, скажем, пока кот не был дома, Миша, там сыр грызли на столе, если так можно выразиться. Ну, так, ну, никого не хочу упрекать в каких-то действиях, но, скажем так, те люди, которые за рулем Риги, ну, так, скажем, очень халатно относились к делу. Очень халатно относились. А вы, Господин Краузе, как считаете? Ну, то, что произошло с ЭМ, это, конечно, было, как технически получить результат, который хотела коалиция. Ну, говорим честно, да. Ну, и решение было такое, ну, и так получилось. А технически это было корректно сделано все же? По протоколу? Нет, по закону все было корректно, так что там, ну, другой вопрос, как это выглядело. Как это выглядело? Нет, ну, если у коалиции большинство есть, ну, и так не получилось. Ну, согласен же, Миша хорошо сделала и работала. Ну, конечно, ну, как, ну, если… Ну, вот, конечно! Нет, нет, конечно, в принципе, конечно, потому что, если что-то хочешь делать, и ты не можешь так сделать, тогда ты сделаешь в другом пути, но результат достигли. Так что, если смотреть, как достигнуть результат, неважно, как, но самое главное – достигнуть этот результат. Ну, и здесь и было важно все, что-то это не было. Ну, ну, каким-то противозаконным или нечестным, нам никто с отверстием стрессу не пошел, так что, ну, все хорошо, да. По закону. Нет такого ощущения, что все-таки, ну, с учетом экономического кризиса, что будут попытки решать все-таки целый ряд проблем. За счет самоуправления мы же сейчас слышим вот эту идею налога на здравоохранение. Говорят, что, ну, 2% в том числе от подоходного налога, от той части, которая идет самоуправление. Самоуправление идет, как мы знаем, сейчас 80% от подоходного налога, ну, 78%. Может быть, эти 2% для какого-то небольшого вот в области или края – это небольшие деньги, но для Риги это существенная сумма. Респондент Бондас или ничего страшного? Знаете как, ну, в Риге очень много денег, там наоборот, для, ну, скажем, для отдаленного края наиболее болезненнее этот вопрос, чем у Риги, потому что в Риге очень много денег. Только нужно уметь работать с этими деньгами. Если не умеем работать, то получается, как всегда. Хотелось как лучше, получилось как всегда, да. Если умеем работать, то все в порядке. Да, напоминаю, что у нас информационный марафон, связанный с выборами в Рижскую Думу, в гостях Мартин Шбондерс, Арманд Крауза, кандидаты на прошлых выборах в самоуправление. Она можно написать в WhatsApp, я призываю это сделать, потому что время у нас ограничено, 2-3-0-6-1-9-1. Если есть сообщения, пишите, мы их зачитаем. Ну, вот еще чуть-чуть все-таки возвращаясь и говоря о приоритетах. С вашей точки зрения, какие приоритеты, насколько они были выстроены правильно? Потому что мы смотрим, там представлена и социальная, семейная политика, ремонт инфраструктуры, безусловно, мосты, транспорт. Кстати, вот вспоминал и перечитывал, какие обещания с вашей стороны на прошлых выборах сходили. Господин Бондерс, например, собирался пустить трамвай в Зепникалс, я вот вспомнил. А господин Крауза, чего поселить на крыше Рижской Думы? Нет, я трамвай хотел плявные пустить. Нет, по-моему, господин Бондерс в Зепникалс. Плявные тоже, в Зепникалс тоже. Оба направления. Чтобы эмиссии было меньше. Но фактически, если смотреть мои, скажем, коллеги, сегодня говорят о Зеленой Рыге, я насчет того, чтобы мы жили в среде, которая наиболее, скажем, веселая. Иначе получается слишком много машин, слишком много пили, слишком много грязи, загрязнений. В общем, экология должна быть в помощи будущего мэра. Трамвай, 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 это более экологический, если по сравнению... На сканстве трамвай, где он? Деньги нужно тратить на здоровье и на образование. Ну, вот так. Ну, как-то так. Ну, я так считаю. Ну, личные деньги, ну, тоже государственные. Но если мы, скажем, не идем по этому курсу, то у нас проблема. Господин Краузе, что добавите? Нет, ну, да, как я уже говорил, тоже, но мой фокус был на... Ну, на очень многих вещах. И те были транспортные, которые... Ну, мы как все-таки партия, которая носит это имя, и наша часть зеленая. Да, мы на эту зеленую политику ушли и тот раз. И это очень важно. И, в принципе, я считаю, что Рига зеленая, если мы целым смотрим, у нас парки, у нас, кстати, воздух довольно хороший, но это все портит транспорт, который по центру. И если смотреть так в европских уровнях, там очень развитый этот... Ну, по-моему, 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 общественный транспорт, да. И то, что... Ну, я злепно, оказывается, что-то я не говорил в тот раз, но на Плявнике я говорил, и говорил, потому что просто мы забыли какие-то исторические вещи, что Рига планировалась, ну, как она планировалась в 30-е годы до оккупации советской, и потом после. Но мы те вещи, которые уже, ну, предыдущие власти планировали, ну, они не все плохие, они логичные. И, например, Плявнике этот трамвай уже... Да, Пурцемсун уже был там, довольно долго запланирован, потому что он будущим должен быть, но это будущим не наступило. Ну, и метро когда-то говорили. Ну, метро, но это уже другое. Ну, и если мы смотрим на шот, это и транспорт, почему я говорю. Посмотрите, как в Риге какие пробки, когда нет учения в школах. Как наступают каникулы, все, на Рождество или на другие, да. Это все-таки, ну, в принципе, очень многие рижане, которые, ну, так сказать, по Туре и ГАК, которые... Да, они имеют свои частные транспорты, они возят детей, которые, в принципе, ну, я думаю, это неправильно. Если у нас хороший общественный транспорт, то все в Европе дети ездят на другом. Ну, это такие вопросы, которые, ну, я говорю, мы должны говорить не о большой политике насчет Риги, я так считаю, но должны говорить о тех, которые, ну, детские сады. Ну, я говорю, мы обещали, что будет, да. Предельно нам, которые выбрали в 2014 году, тоже обещали, что детские сады будут, что очереди не будут. Очереди сейчас есть, и там, ну, ничего не... Главное, что это элементарный вопрос, который решить. Это же не космическая наука. Это же элементарный вопрос, который решить. Просто нужно взяться и один раз решить. Не надо там, не надо там, скажем, ну, тянуть резину. Ну, зачем? Это может быть такой стандартный вопрос, но на каждых выборах он возникает, вот эти вот пресловутые красные линии. С одной стороны, понятно, что у нас все-таки выбирается по партийным спискам, значит, у партии есть, наверное, своя программа, идеология, вроде бы вот эти красные линии, с кем там буду в коалиции, с кем не буду, с одной стороны, вроде объяснимы, политикам. Но простые жители иногда это не понимают и говорят, скажите секундочку, ну, мы там всех 60 человек избрали, как налогоплательщики, платим им зарплату, они там постоянно ссорятся, там скандалят и работать не хотят. Так думает вот обыватель. Вот как объяснить, что вообще вы сторонник красных линий? Я ненавижу красных линий. Так? Я считаю, что такие не должны быть в политике, что мы должны работать со всеми, которые выбраны. Но так же не происходит? Происходит, да, я знаю, но потому что большинство считает, что до сих пор нам нужны красные линии. Не надо нам красных линий. Не надо. Хотя в Саиме, видите, как долго шли переговоры, в итоге получилось, что и либералы с самыми, что ни на есть консерваторами в одну коалицию спокойно вошли и работают. То есть иногда можно и отступить. Ну, знаете как, ну, что мне сказать? Если бы я был волшебником, я бы красных линий просто сделал белыми. Очень поэтично. Да, философский. Философский. Вот еще есть, я понимаю, что мы сейчас как бы только так прогнозируем, но есть такой прогноз, если верить вообще рейтингам, что в Рижской Думе будет представлено 8 политических сил. Ну, если плюс-минус. Я считаю, что 5. О, я тоже так считаю, но неважно. Рейтинги говорят, что 8, и многие уже говорят, ну, видите, будет сценарий, который был приблизительно после выборов в 7, когда практически несколько месяцев невозможно было договориться о премьер-министре. То есть, были разные варианты, ну, президент называл одно опыта. Я понимаю, что в Рижской Думе другая процедура, но нет таких опасений, что так вот до Нового года Рига будет без мэра. Я думаю, что в понедельник уже будут ясны главные черты, как будет выглядеть политическая, скажем, среда в Риге. А, даже так, да? Я так думаю. И уже даже будут какие-то… Я думаю, что так. А как так случится? Почему так быстро? Потому что политика работает быстро. А Сэйм это показал, вот замечательно. Это все работает. Там начинаются, скажем, споры насчет деталей. Ну, по большим линиям все ясно. То есть, эти 100 дней, в принципе, господин Кайриндж просто ждал, уже понимая, что он будет премьером. Знаете, там в Сейме было сложнее. Сейчас в Риге будет легче. Ну, господин Кайриндж не согласен, я вижу. Ну, не то, что не согласен, но в Риге я не думаю, что легче будет. Все равно это зависит сколько? Пять или восемь? Это зависит… Да, конечно. И это зависит от тех людей, которые выбраны. Да, да, да. Это самое главное. Да, ну, там, если, скажем так, если вы выбираете такого человека, который не хочет идти на какие-то компромиссы или не хочет идти на соглашение, забудьте, не будет вам. Если выбираете таких людей, которые готовы положить что-то от себя на общий стол и чтобы всем было хорошо. Все нормально. Все наушники у нас глава Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс сейчас. Господин Кокинс, здравствуйте. Слушаю вас, здравствуйте. Да, ну, от вас мы, конечно, хотели бы узнать вот из технической и содержательной точки зрения, как проходит голосование сегодня. Сейчас уже почти пять часов вечера. Вчера, мы знаем, была история с нештампованными конвертами, такая достаточно непонятная для многих. Как в целом оцениваете выборы? Идет очень нормально, спокойно. Проголосовавших около 40%, что, в принципе, среднее статистическое обычно. Ну, это с предыдущим голосованием, конечно, всех вместе это подсчитывает. Никаких особых таких эксцессов нет. Насчет таких конвертов, ну, просто там чисто человеческий фактор, потому что печать на конвертах предварительное голосование, оно с одной целью ставилось, это новое введение, поэтому комиссии достаточно еще не опробовали этот вариант, там вообще надо было в пятый цвет конверта другой, чтобы не спутать их. Это единственная цель, чтобы сегодня в основном голосовании, в большом ящике голосования, в большой уровне, не было конвертов, которых избиратель с собой взял и придумал их бросить сегодня. Была на предыдущих выборах, по-моему, такая ситуация, когда так сделали, и тогда очень, ну, подозрительно это дело, ну, как бы голосователей, голосовующих меньше, чем конверты. Такое быть не может. Ну, и поэтому, чтобы обозначить, и чтобы избиратель такую шутку не мог бы устроить, поэтому, ну, как бы решили, придумали, что опечатывать эти конверты. Ну, три участка таких были, которые каким-то образом там не проследили, что был наплыв, что избиратели просто дали пачку, а там оказалось, что они не отвечают на этим предварительным голосованием. Но эту техническую проблему решили. В принципе, их будут подсчитывать отдельно, отдельно маркировать сразу, как это после сканирования лист партии будет отмечаться, что он из такого конверта, и, в принципе, тогда, если что, то это можно. Он будет считаться сходным. Если там списки избирателей и конвертов в ящик предварительного голосования совпадает эта цифра, то в таком случае там нет проблем, это, ну, просто маркировать будем. Да, ну, особенно с нынешних выборов, ну, с технической точки зрения, что все-таки при желании можно проголосовать на любом участке в Риге, это как-то затрудняет процесс, вот, делает его более долгим и для избирателя, и для избирательной комиссии? Ну, это дело, конечно, дольше требует времени. В таком случае, если по случайности совпадает, что из какого-нибудь участка там очень много запросов, тогда просто там мануально надо сличать, если подпись избиратель, чтобы он два раза не проголосовал. Это немножко замедляет процесс, но если это равномерно происходит в течение голосования, то это, конечно, там недолгий процесс, это до трех минут, пять минут, там, может, там, от сил десять минут, если там много запросов к конкретному участку, с которого избиратель голосует по другому участку. Спасибо вам, господин Кокинс, глава Рижской городской избирательной комиссии Юрис Кокинс был у нас на прямой телефонной линии. Возвращаемся к гостям, которые у нас в студии. Напомню, что это Мартин Джбондерс, Арман Краузе, кандидаты в мэры на прошлых выборах, в мэры Риге. А вот мы, кстати, перед эфиром упомянули вопрос компроматов, который вообще является неотъемлемой такой вот частью выборов, предвыборной борьбы. И в этом году не мы одни, многие отметили, что очень мало практически ничего не было. Вот зрителей, которые обычно хлеба и зрелищ требуют, ничем не порадовало. Это как можно объяснить, как вы думаете? Потому что неожиданные выборы внеочередные, не успели подготовиться, какую-то заготовочку придумать. Как вам кажется? Я думаю, потому что большинство первых номеров, которые лидеры, как мы говорили, молодые, новые политики. Может, у некоторых можно же там. И, кстати, если посмотреть на партии Бурова, там все эти телевидения, там очень много показали. Единственное, да. А у других-то как будто, ну, ничем. Любой, который дышал, я считаю, что у него есть компромат где-то среди скелета в шкафу. Ну, знаете как, вопрос, сколько вы готовы посвятить время, денег на аналитику. Тут не надо было. Ни к чему это было, да, просто? Ни к чему. Ну, еще под конец тоже такие вот вопросы. Сейчас, как вы знаете, в контексте омбудсмена пошел разговор о том, чтобы ограничить сроки омбудсмена двумя сроками. Если говорить о мэрах, вот даже если мы берем какую-то мировую практику, у нас есть там вот в Москве был господин Лужков, да, он, если не ошибаюсь, ну, не 20, а 18, по-моему, лет он был мэром, да, там в Нью-Йорке тоже. Насколько вообще это полезно для города, когда вот мэр действительно может развернуться, за 10 лет выстроить какую-то политику или лучше сменяемость какая-то более... Ну, знаете, если через 4 года есть нормальные выборы, где этот мэр должен отставить свои позиции и завоевать новые, это нормально. Но если вы покупаете медиа и покупаете всю, скажем, инфраструктуру вокруг себя и считаете, что вы выиграли выборы, ну, тогда лучше поменять. А господин Краузу как считает? Ну, я думаю, что если избиратели выбирают какого-то человека 2-3 или больше раз, ну, в принципе, это, ну, это уже не дело политиков, то есть общество и жители конкретного города довольны о том, что кругом получают. Так что я считаю, что не надо там как-то искусственно ограничивать. Я понимаю, что мы сейчас опять-таки только прогнозируем, там, гадаем на кофейной гуще. Господин Бондарин, как вам кажется, насколько в Риге реален вот Лепойский сценарий, Лепойский опыт? Там весьма интересно, что 2 года половину вот этого срока работы Лепойской думы был 1 мэр, потом, не знаю, ротация в какой-то степени, потом был 2 мэр. Ну, такая коллекционная договоренность. Как вы к этому относитесь? Или все-таки отвечать должен за весь период работы созыва 1 мэр? Я думаю, что в Риге будет 1 мэр. Ну, в этот весь срок. Да. Почти. Ну, в зависимости, конечно, от результата выборов, но я думаю, что будет 1 мэр. Ну что ж, посмотрим. Спасибо большое, да, что приняли участие бывшие кандидаты в мэрии Риги Арман Краузе и Мартин Шбондарс, действующие депутаты Сэйма были у нас в гостях. Мы не заканчиваем, продолжим в следующей части. У нас политолог Юрис Розенвалд, с ним мы обсудим уже с политологической точки зрения нынешние выборы, которые продолжаются. Избирательные участки открыты до 10 часов, я напоминаю. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.